Всем привет! Привет, как в Сачах погодка. Пожалуйста, не говорите так в Сачах. В Сочи просто. Как у вас дела, девочки и мальчики? Мляха-муха. А, я не ответила. Погода вроде нормас, но похолодание уже. Прямо что-то в окно вылезло, прям уже так-то зимой пахнет. Не знаю, может... Прямо таким холодом. Вау! Это типа вау, да? Прости, москалю такую вуру. Что? Чё? Вау! Где мои умные подписчики? Что Сочи за чаем я назвал? А! Пофиг. Хм. Хм. У меня просто это очень прям вот вообще клинит, когда так говорят. Хм. 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 Сейчас я докурю и уйду в более такое светлое место. Хм. Пока. Можно идти. Хм. 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 Надо телефон на зарядку поставить, а то я начала разговаривать в тот раз. У меня уже так-то нормально... Ну, прям тут уже общалась я. Хм. 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 Тара поживает. А, это ты когда у меня эфир… А! Папа… Ты говоришь как будто его знаешь? Мне 17 годиков. От масштаба этих цифр у англичан и французов перехватило дыхание. 17 лет. в войне, пояснил Шапошников, может быть осуществлено, если войска Красной Армии смогут вступить в бой с немцами, пройдя сперва через территорию Польши и Румынии. Тебе сколько? Как вы собираетесь решать эту проблему? Вновь переспрашивает Ворошилов. Не получив ответов на конкретно поставленные вопросы, Ворошилов 17 августа вынужден... 29. Моему парню 30. Круто, да? Понятно. Почему покидаешь? Дела не ждут? Почему вот люди есть, но мне не пишут? Почему? Вот вы просто смотрите и все. Отец, пусть дядя Руслану позвонит, передай. Блин. Обожаю, когда я сижу в трансляции, мне пишут, что знают кого-то из родственников, начинают пофамильно говорить. Ну, я скажу, ладно, хорошо. Дядя Руслана, я не знаю. Ну, ладно, мне просто само интересно. Ну, я скажу, хорошо. Либо это прикол, либо я не знаю, что. Ну, окей. Это так и до конца не дошло. Глава французской военной миссии генерал Думенк просит Ворошилова о срочной встрече. Оба понимают, она может стать последней, так как уже завтра, 23 августа, в Москву прибудет министр иностранных дел нацистской Германии Виохим фон Риббентроп. У Советского Союза всего два варианта. Военная конверсия... Ой, меня лайкают. ...отвержение с Германией. В противном случае вторжение Гитлера в СССР, у которого нет союзников, и тогда Красной Армии грозит война на два фронта. С Германией и Японией. Никогда такого говна не смотрю, ну ладно. Я, в принципе, его не смотрела. Мама, бать, забава, тетя Марина. Кто это? Блин, мне интересно, кто это. У меня просто... Блин. Блин, кто это? А мы знакомы вообще или нет? Аврора? Ты что привезла? Что, что? Урожай! Ты рано встал? Получай! Привет. Не вечеринка. Не вечеринка. А вот кто пишет, типа, то, что... Класс. Вот кто это написал, то, что... Крутая картина. Да, спасибо. Водопады. Типа... А скажи, окей, если ты говоришь, типа, передай... Ну, окей, как тогда зовут моего отца, окей. Если ты так говоришь. В первом году социальный пакет услуг или его денежный эквивалент. Набор социальных услуг дает право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Утюбку в санаторий. Бесплатный пакет, пригородных электрички, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент составляет 1155 рублей. Если ранее вы выбрали денежную компенсацию и жалеете об этом, вам необходимо восстановить право на получение набора социальных услуг. Для этого до 1 октября текущего года подайте заявление в пенсионный фонд. Сделайте это онлайн. Да что за херня? Он попросил меня посмотреть, что ты делаешь со мной. Да, конечно. Окей, это как моего папу зовут? Как зовут мою маму, как зовут моего папу? Ну просто вот это вот бесит, когда я такая сижу, и кто-то заходит и начинает, ой, я знаю там твою маму, или ой, я знаю там твою сестру, или что-то такое. То есть я уже не раз с этим сталкивалась. Мне как вообще, если честно, пофиг. Просто я не думаю, что кто-то бы, типа что, кто-то бы просил вообще посмотреть за тем, что я типа делаю. Сиськи покажи или дай бан по-братски. Ты записана, Даша? Зачем? Ты вроде не пацан. Блять. Пока. Да, я уже кинул ок. Чё? Зачем тебе? Ладно. Зачем человеку бан? Боже. Люди нормальные, вы где? Где мои подписчики, с которыми я общалась? Да, хорошо. Не ставь яйца сразу, да. Сначала устрою имя. Всё. Проматы не будем играть. Вот чё ты, я не верю тебе, ты прикалываешься. Вот то бы ты ни было, ты просто прикалываешься. Какое-то платье, типа, ну реально бред какой-то. Тем более никто не знает, что я сижу в перископе вообще. Аппарат, называемого абонента, выключи. Игорёш. Что-то неважно выглядишь. Хорошо тебя чувствуешь. Голова болит, я, наверное, в оптику схожу. Слушай, давай, я схожу, ты полежи пока. Нет, нет, тебе нужно дома быть, вдруг Макс придёт. Просто вот такая ситуация, вот если, допустим, ты бы написал, типа, ну вот кто пишет, типа, знает моего папу. Если бы ты написал, ну, прикольнулся бы, типа, я знаю твоего папу, я бы такая, типа, у меня нет папы, типа, он у меня умер. Просто, типа, ну, реально есть такие люди, с которыми так вот прикалываются, а потом, типа, ну, не до шуток. Типа, типа, у человека там мамы или папы нет. Я Вадим, мне девятнадцать. Аделина, ты мне нравишься. Я не Аделина, я Эмилия. У меня просто там два имени записано. Давай встречаться, потом пожелать, старейшим двойняшек. Я бы, конечно, за, но у меня есть парень и всё такое. Поэтому... Двадцать первый век. Коротко и ясно. Ты будешь моей женой и родишь меня детей. Ну, ничего, у тебя ещё всё получится в жизни. Я верю в тебя. Хоть тебя я не знаю, но я верю в тебя. Какой можно интересный сериал или фильм посмотреть? Подскажите кто-нибудь, я вообще не знаю. Вы меня ждёте? А ты Макс? Тогда тебя. Меня зовут Артур, я от Анны. Давай от Анны. Работай от мира, посмотри. А про чё там? Ну, примерно. Анна прислала тебе фото картины. Сможешь сделать с неё копию? Затеньки, естественно. Про любовь. А это разве не противно? Ой. Только если поймают. Я действую по-хорошему. Ну, да, окей. Можно, в принципе, посмотреть. Главное мне название не забыть. Если боишься, так и скажи. Да ничего не боишься. Или не потянешь пальцы. Хотите домашние посмотреть телевизор? У меня слушает художник. Не для меня. Чем же тогда дело? Я хорошо заплачу. И о какой сумме идёт речь? Такая сумма тебя устроит? Вполне. Тогда план такой. Ты делаешь копию, а когда она будет готова? Пересоздал эфир. Ниху...